Приветствую вас, друзья! Меня зовут Шевченко Александр, и это канал Академии Счастья. Сегодня говорим о том, как мы создаем реальность, и о том, самое главное, что будет происходить, если мы перестаем ее создавать. Каждый человек это делает осознанно или неосознанно в любой момент времени. То есть мы создаем постоянно нашу реальность. И это процесс творения, о котором я так много говорил. Он может нарушаться только тогда, когда мы действительно делаем это неосознанно. То есть когда мы чувствуем, что что-то происходит не так, неправильно, и начинаем подавлять это, обесценивать, начинаем соперничать, ругаться с этим, что-то делать, вставлять палки в колеса или тому подобное. И у нас получается то, что мы перестаем создавать реальность. То есть мы создали что-то, а потом боремся с самим собой, начинаем наезжать, там что-то кричать, ругаться и тому подобное. Вот, соответственно, этот процесс нарушается. То есть мы начинаем бороться с собственными творениями. И это, конечно же, не здорово. Этот процесс мешает очень нам и создает дисбаланс. Поэтому мое видение таково. Мы можем создавать нашу реальность такой, какая она есть. То есть и мы это делаем. Единственное, что важно перевести этот процесс на уровень осознанности. Соответственно, когда мы убираем из ума те шаблоны, те негативные суждения, те мысли, которые создают этот процесс неосознанно, то, соответственно, это исправляется. Так же, как если сравнить в компьютере с операционной системой, там есть множество процессов. И многие из них мы даже не знаем, для чего запущены. Они создают какую-то свою реальность, в которую мы можем добавить потом свою. То есть поставить какие-то программы, установить еще что-то, какие-то игры или что-то, что мы хотим, чтобы там присутствовало. Но вот те вещи, которые установлены уже там, мы должны понимать, какие это вещи, для чего они. И вот, когда мы это понимаем, мы можем, например, что-то, какие-то процессы прекратить, убрать их. Точно так же и в сознании. Сознание – это огромное количество процессов, которые находятся в уме человека. Сознание может их осознавать, может не осознавать. И вот цель – это эти процессы понять, что же там происходит. Это происходит часто, когда человек наблюдает за собой в состоянии медитации, в состоянии самопознания. То есть, и, конечно же, когда человек смотрит на это, он начинает понимать, откуда эти процессы, как они идут, почему они идут. Вот, вот в этом-то вся суть. Я, например, провожу сессии процессинга, то есть, ну вот, однокоренное слово, которое позволяет человеку понять себя. То есть, понять, какие процессы идут внутри него и, соответственно, исправить их. То есть, за счет чего происходит исправление? За счет осознания и переосознания. За счет того, что человек не осуждает, не критикует, а меняет их. То есть, понимает, как это было создано, почему. И, соответственно, когда он это перевел в режим осознанности, он может скорректировать что-то там. То есть, он убирает оттуда вот этот негативный заряд и силу, которые влияют на него. И потом может изменить этот процесс. Точно так же и с созданием реальности. Если мы откажемся от критики, от подавления, от негатива, то мы начинаем смотреть на мир по-новому. То есть, в новую единицу времени с принятием, с пониманием. И вот, когда это состояние происходит, то, соответственно, мир меняется в наших глазах. То есть, мы начинаем чувствовать, что мы неразрывно связаны с миром, как единое целое. И, соответственно, это все меняет, меняет полностью наше представление о мире. Не то, что мир что-то независимое от нас, а о том, что мы это единое целое с миром. И, соответственно, когда мы это ощущаем, мы начинаем действовать совершенно иначе. Мы начинаем вкладывать в мир эмоцию добра, любви, справедливости, счастья. И это же получать от мира. Соответственно, когда это происходит, то мы берем ответственность за наше творение, за наше создание реальности. И мы не чувствуем, что нам надо бороться с миром. А скорее мы чувствуем вот это согласие, согласие с ним и принятие. И вот поэтому об этом я очень часто рассказываю о принятии, о любви, о гармонии. Получается, что мир становится единым целым с нам. И мы чувствуем, что просто нам не нужно больше как-то там усилия проявлять или что-то делать с ним такое. Мы просто как единое целое с ним действуем и создаем, творим эту реальность вместе. И получается, что Вселенная помогает нам, а мы помогаем Вселенной. Соединяясь с состоянием Источника, мы черпаем информацию, черпаем знания. И оно идет сквозь нас и реализуется во Вселенной. Вот это вот и есть тот процесс, к которому я привожу людей в результате процессинга. То есть мы завершаем те ненужные процессы, которые человеку мешают. И выходим на чистое состояние, на состояние Источника, когда человек может действовать осознанно и легко. Давайте сделаем практику и посмотрим, как это происходит. Сядьте в удобном месте или ляжьте, если вам так удобнее. Закройте глаза и создайте вашим намерением пространство сессии. Почувствуйте это пространство. Ощутите себя в этом пространстве, ваше тело в этом пространстве. И потом, когда вы это все почувствовали, создайте какое-либо намерение, которое вы хотите вложить в реальность, во Вселенную. Вот это может быть любое намерение, которое вы хотите. Вот так как совсем недавно произошло радостное событие Нового года, и каждый загадывал какое-то желание или создавал намерение, если быть точным. Вот можно использовать это же намерение или любое другое. Например, мое намерение это пожелание людям доброты, осознанности и счастья. То есть намерение, чтобы каждый человек, каждое существо было осознанным, счастливым, радостным. Вот, потому что в этом мире разноцных осознанных людей жить интересно, и это приносит радость и благо для каждого. Вот, я создал это намерение. И дальше распространяем его, это намерение. Если вы его создали где-то вот в своем пространстве, распространяйте его на всю Вселенную. Дальше и дальше. То есть максимально охватывайте все, все пространство, то есть распространяйте его максимально широко. Максимально широко, насколько вы можете. Можете охватить сначала там вашу квартиру или дом, потом город, страну, землю. И так распространяйте, распространяйте, пока не охватите полностью всю Вселенную. Если встречаются какие-то препятствия, то с ними не нужно бороться. Просто продолжайте распространение. Вот, если препятствия возникают какие-то довольно сильные, серьезные, то вы можете использовать проработку как в процессинге. То есть рассматривать это как есть и смотреть, откуда это возникло. То есть откуда это идет. И потом пройти этот случай несколько раз до полного исцеления заряда. Вот, это то, что мы делаем в процессинге. И дальше продолжить распространение вашего намерения. Вот, и когда вы почувствуете намерение по максимуму, на пике, то скажите, что, то есть дайте подтверждение, что это сделано, сделано, сделано. То есть свершилось, свершилось, свершилось. И дальше подтвердите, благодарю, благодарю, благодарю. То есть благодарность и вам, и Вселенной, и Источнику за это создание. И потом, когда вы почувствовали это, что это реализовалось намерение, дайте просто сессии прийти, перетечь в вашу жизнь, чтобы это намерение продолжало существовать. То есть вы не то, чтобы его просто создали, и все, вы его как бы продолжаете, намереваетесь создавать, но не усилием, а просто вашим намерением. И вот тогда это происходит. Вот, и потом просто наблюдаете, свидетельствуете результаты вашего создания. Энергия идет от Источника к вам, и дальше идет создание, то есть положительного намерения. То есть сверху идет внешнее намерение от Источника, а изнутри вас идет создание, то есть выбор, то есть приложение этого намерения уже конкретно, ну, к этой вашей Вселенной. Вот, если у вас остались какие-то вопросы, или что-то не получается в практике, напишите мне в личные сообщения, все мои контакты указаны будут под этим видео. Вот также там будет описание того, что я сегодня рассказывал, и мои книги «Миры вечного познания и полное исцеление». Также хочу вас попросить, если видео вам понравилось, поставьте отметку «Нравится», подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписчик, включите напоминание, колокольчик у новых видео, они выходят у меня на канале ежедневно. И, конечно же, поделитесь этим видео с пятью вашими друзьями, это будет огромная помощь для меня и моего канала. Вот, если вопросы, пишите, добавляйте в друзья контакты под этим видео, вот, я открыт к общению и буду с радостью пообщаюсь, проведу бесплатную консультацию, и дальше, если будет желание, сделаем сессию. Вот, я, друзья, желаю вам радости, счастья, гармонии в новом году, осознанности и, конечно же, реализации намерений, которые вы создаете во Вселенной, потому что это очень важно для каждого из нас. Вот, сейчас на экране появились мои видео, можете посмотреть их, это видео о том, как удалять негативный заряд и о том, как изменить судьбу. Также подписка на мой канал и мой сайт. Я вам желаю счастья, гармонии и мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. Напомню, меня зовут Шевченко Александр и это канал Академии Счастья. До скорой встречи, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok